Дневной разворот В нашей студии Андрей Вавилов. Это руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Андрей Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Хотим обсудить с вами сегодня тему, которая засверкала, загремела несколько дней назад. Вернулась в эфир после многолетнего перерыва. У областного правительства есть планы по повышению налога. Налог это называется. На торговые, административно-деловые центры, нежилые помещения. Планируется ставку поднять до полутора процентов. И мы хотим сегодня узнать, как предпринимательское сообщество это все воспринимает и как к этому относится. Ну там речь идет о повышениях от площади от двух тысяч квадратных метров. Да, все верно. Ставка налога действующая сейчас, Андрей Николаевич? Один процент. Один процент. Я помню, очень, ну так, бились, да? Бились вот именно за эту ставку. Если не ошибаюсь, в 2015 году вообще бились по очень многим позициям. По двум тысячам квадратных метров, по проценту, по всему. То есть давайте, может быть, вспомним вот тот период времени, когда это вводилось, собственно говоря. Да, да. Очень непросто, очень тяжело это все было, конечно. Мы имеем в виду кадастровую стоимость, да? Все-таки давайте напомним. Налог рассчитывается от кадастровой стоимости. То есть его, это изменение в налог на имущество. Налог на имущество, если обычное схемное углажение рассчитывается из остаточной стоимости объекта. По-моему, 2,2 что ли у нас. Сейчас не буду врать, я с Головбухом давно не работал. Но часть предпринимателей, которые, или предприятий, которые работали на упрощенной схеме налогового обложения, на едином налоге, они не платили этот налог. Поэтому тех, у кого были вот именно упрощенные схемы на обложение, то есть они не платили. Поэтому для них тогда это касалось. И тогда мы бились и долго разбирались, что такое малый бизнес, кого все-таки, с каких тысяч квадратных метров, или со скольки квадратных метров все-таки оставить вне поля этого налога. И было несколько предложений год за годом его повышать. Долго мучились, долго принимали решение. Повышать ставку? Да. Ну да, поэтапно повышать. Поэтапно повышать, там ломит. А решили тогда все-таки сделать самое простое, самый простой налог во всех действительно соседей. Мы этим гордимся. Потому что было... Повышевский федеральный, да, мы имеем в виду округ? Да, нашего Повышевского федерального округа. Потому что с двух тысяч квадратных метров и один процент. То есть всем понятно, все понятно, как считается, что дальше, как планировать, было все понятно. Единственное, любое увеличение налога должно быть тоже планово. Для нас вот хотелось бы, чтобы с бизнесом были обсуждения. Вот если есть бюджет страны, он формируется на три года или хотя бы на год. Нам хотя бы за год или за три года рассказывали, что мы вот планируем вот то-то. Условно говоря, понятно становится, что там через два года будет что-то повышаться. Да, через два года. Мы же тоже плановая экономика, мы не можем без плановости жить. То есть с нами так нельзя. Сегодня сказали, завтра лошадь стоит раз-два. Она все равно должна ехать. А это оказалось как гром среди ясного неба, эта новость или что? То есть вас не предупреждали? Она где-то в начале года проскользнула, но потом исчезла. Идея сама? Сама идея, да. Она проскользнула, исчезла. И, собственно, вот. А сейчас вроде бы как бы внесено в законодательное собрание проект закона. Я думаю, еще будут комитеты, на которых будут обсуждать. Вернее, не будут, не думаю, а будут комитеты, на которых обсуждать будут депутаты законодательного собрания и принимать все-таки решение. Ну, получается так, что обсуждать-то уже будут сразу на уровне законодательного собрания, а бизнес-общество оказалось как бы выключенным. Ну, я надеюсь, что депутаты избраны и бизнес-обществом тоже. То есть мы же такие же избиратели, прежде чем вести диалоги, у них есть еще время с торгово-промышленной палатой посоветоваться, с союзом РСПП, с нами, с опорой России, с деловой России, с общественными организациями посоветоваться, к чему приведет. Но мое мнение, что сегодня, к сожалению, экономика настолько схлопнута, что и торговые центры, наверное, нечестно будут сказать, выживают. Буржи, буржи, так не знаю, как сказать. Нам все равно никто не поверит, что бизнес выживает. Мог бы, по крайней мере, сказать, что не с той рентабельностью работы, которая была там ранее, до 2013 года, это точно. Потому что на многих торговых объектах висит реклама, сдается. Так там не реклама висит, там заходишь и видишь, собственно говоря, что там очень много этих окошечек пустых. Да, третья, четвертая этажа, либо они пустые, либо люди заезжают и съезжают. Там постоянно... Движение есть такое. Движение, да. Поэтому не сладко сегодня всем. Понятно, что не сладко и бюджету. Но крупный бизнес, который останется, ведь есть и там мелкие арендаторы. Он, наверное, часть этих крупных затрат крупного бизнеса переляжет на плечи малого бизнеса. А малый бизнес уж попробует включить это в наценку. Потому что малый бизнес-то точно выживает. Это даже бабушке спать не ходи. Потому что, ну, столько звонков сейчас. Я мудсменом недавно закончил работу. Но в последнее время мы выживаем. Мы просто выживаем. То есть думайте, как... Помогайте нам уже не сколько защищать, сколько выживать. Поэтому всегда увеличение налогов, это очень такая тяжелая ситуация. Ну, а смотрите, Андрей Николаевич, когда мы два года назад это обсуждали, тем мы здесь же в эфире и с вами, и с депутатами ОЗС. Там вообще у нас много довольно-таки было представителей здесь. Торгово-промышленная палата. Да, торгово-промышленная палата тоже участвовала в этом. Речь шла о том, что вот такого рода повышение налогов, да, при том, что федеральный центр декларирует, что налоги мы повышать не будем. Так ведь у нас уже там ближайшие пять лет ничего повышать не будем. Это сколько раз уже было говорено, если так можно выразиться, да. И речь шла о такой был прогноз, что вот это вот немножко такое, ну, неожиданное повышение цен может усугубить ситуацию и как бы начнут закрываться, начнут уходить и так далее. Но вроде бы ведь этого не произошло. Ну, если 3-4 этажа пустые, если сдаётся в аренду, то кто-то ведь всё равно закрылся. Нельзя говорить, что не закрылась. То есть причина, конечно, может быть... Сейчас причин много, да, вы видите, как бы общая ситуация, как бы не только от этого налога, как бы вообще общая ситуация в стране финансовой довольно сложная, да, то есть тут можно объяснить это очень многими причинами, не именно вот этим повышением. Мы с вами сейчас говорим о факте, да, что есть пустые площади. Есть пустые площади, есть пустые площади. В пустые площади могут либо низкая экономическая активность, либо нерентабельная модель работы. То есть вот как бы другой, наверное, причин... Ну, либо текучка какая-то, бизнес-процесс закончился. А если, для примера, какой-то порядок цифр привести, вот один процент, да, в настоящее время, сколько это конкретно предприниматель должен платить? Ну, чтобы мы понимали. На каких суммах, собственно, есть речь. Да, о каких суммах идёт речь, да. Вот это увеличение на полпроцента, оно... Какую составить примерно такую сумму? Сколько дополнительных потребов предпринимателей ещё выносить? Я могу говорить только в общих цифрах. Ну, в общих, конечно, да. То есть вот то, что было раньше, когда платили с остаточной балансовой стоимостью, и то, что стало сейчас, то бюджет получил достаточно неплохие деньги. И это, может быть, как-то повлияло на какие-то возможности такие затрат вести. Насколько сейчас может повлиять полтора процента вот этих? У меня цифр нет, потому что мы тогда как раз... Ну, то есть это на 50% планируется повышение, да? Да, на 50%. То есть мы тогда как раз смотрели вот эту цифру-то 1% именно для того, чтобы разобраться, больше бизнес станет платить или меньше, потому что кадастровая стоимость на сегодняшний день тоже плавающий инструмент. Ну, там списки актуализируются, регулярно. Его актуализируются. Кто-то судился, кто-то уменьшал, кто-то пытался, значит, в своё здание сказать, да я здесь столовая у меня, я кормлю своих рабочих, почему я должен платить, у меня с внешнего рынка никто не идёт, и социалка. То есть это тоже вопрос открытый. Ну, даже примеры такого рода приводились, насколько я помню, да, когда на самом деле помещение вроде бы большое, а на самом деле получается, что там бизнеса как таковой не ведётся, да? Ну да, конечно, да. То есть это... Ну, а как у завода? Нет столовой, что ли? Ну, как раз, по-моему, на примере одного из заводов это вот ушла речь. Вот, поэтому, что сейчас увеличится? Ну, во-первых, ещё депутаты не сказали ни да, ни нет. Поэтому я бы вот сейчас придумывать. Караул всех как бы вот загоняет в угол. Наверное, рано говорить. Будем говорить после, так сказать, законодательного собрания, либо в первом чтении примут, не в первом чтении, в какой редакции примут, потому что на комитетах будут ещё обсуждать, могут поправки вносить. Но то, что у меня-то самое главное, надо, и вот недавно была встреча, когда кандидаты на бизнес омутсменов выступали, губернатор у нас сказал замечательную фразу, что всё-таки, когда диалог будет, тогда эмутсмен не нужен будет. То есть губернатор готов вести диалог. И вот с этим посылом надо работать, с ним надо действительно встречаться, надо общаться, надо рассуждать, как всем выживать в этой ситуации. Нет, ну диалог — это вещь прекрасная, но когда же его вести, получается так, что вот законодательное собрание законопроекта уже внесён. Вот вы хорошо говорите, там ещё депутаты слово не сказали. Когда они слово-то своё скажут, наверное, может быть, уже и поздно будет диалог-то вести. — Ну я же сказал, что у депутатов есть право, вернее, не право. — А законопроекты правительства внесло ведь, да? — Да, правительство внесло законопроект. — Это 80%, что никакого диалога не будет. — Да ладно вам, я бы уж совсем... Я не согласен с вашей. — Ну хорошо, хорошо. Я забираю свою реплику обратно. — Диалог точно будет. Просто я помню те жаркие споры, когда мы были, и думаю, будет первое чтение. Единственное, что если налог не принять за месяц до Нового года, то он не будет работать. То есть его в декабре, 14 декабря уже будет поздно принимать. Его сейчас должны во всех чтениях прогнать. Но тогда надо очень хорошо обсудить на комитетах. — Давайте сейчас небольшую паузу сделаем. Напомню, что мы беседуем с Андреем Вавиловым, руководителем регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. Опора России мы продолжим через половину минут. Налог для торговых центров, офисных центров площадью от 2000 квадратных метров может повыситься наполовину. Сейчас ставка составляет 1%. Правительство унесло законопроект в ОЗС и предлагает повысить эту цифру до полутора процентов. — Ну ты всякий раз, когда говоришь наполовину, как-то страшно становится. Налог наполовину повысился с 1% до полутора процента. Все-таки на полпроцента повышение. А то, знаешь, как-то это совсем страшно звучит в полтора раза. Это доля процента. Я хотел бы еще напомнить, мы тут, кстати, еще опрос проводим у нас, да? Надо напомнить. — Да, заглядываем. — Насколько активно вы заглядываете в торговые центры? — Да, то есть Кировские торговые... — Если вы от меня хотите цифру, давайте... — Сейчас погодим, мы до цифры озвучим. — Сейчас опросы озвучим, и потом опросы вернемся, да. То есть как бы у нас пять вариантов ответа, что несколько раз в неделю захожу в торговые центры, там, несколько раз в месяц, примерно раз в полгода, не чаще, чем раз в год. И вообще уже забыл, когда последний раз там был, что у нас, как люди... — Только непонятно, то есть зачем? В Кировские торговые развлекательные центры захожу, то есть погреться захожу. — Ну, обычно все-таки заходят все-таки с какой-то целью. — Знакомый, когда это работает. — Там обычно на первом этаже либо кафешка какая-нибудь, здесь тоже можно зайти погреться, когда холодно или дождь. — Ну, смотрите, уже забыла, когда там была в последний раз, был, 60% это отвечает на сайтах кирова.ру, и на нашей странице ВКонтакте лидирует вариант ответа примерно раз в полгода. 40%! — Это вот как бы посещаемость наших торговых центров так сразу под сомнение ставится вообще целесообразность их существования. — Ну, опять же, если люди их строят, значит, наверное, есть какая-то в этом причина. — Нет, но есть там торговые центры специализированные, строительные, если кто-то ремонтом занимается, он там живет, то винтик нужен, то шпаклевка, то еще что-то, то строители. — По цифрам вы хотели? — Так, ну, цифры. Цифры, вот, давайте так, квадратный метр, наверное, ну, примерно через кадастровую стоимость оценен процентов на 60-70 от рыночной. Ну, от какой рыночной? Сейчас все упало. Все упало. Я думаю, что 30-40 тысяч за квадратный метр, то есть это если 1%, то 300-400 рублей в год. С квадратного метра. — С квадратного метра. — Ну, а там, так как мы умножаем на 2 тысячи, да? — Если 2 тысячи умножаем, то есть, ну, вот, ну, наверное, ой, надо калькулятор в голове уже не считается, 300 на 2 тысячи, это 600 тысяч рублей в год получается. — 600 тысяч рублей в год, если мы добавляем к этому еще половинку? — 150 тысяч в год, вот с такого примерно. — Это вверх, да? — Да. — Сверху, помимо того. — Сверху, помимо. Ну, это вот так, на скидку, то есть. — Ну, это тоже, видишь, цифра, как понятно, что, скажем, если там для тебя или для меня полторы, там такая сумма, она очень... — 150 тысяч в год — это... — Да, 150 тысяч — это очень много, да, для меня. Если большой бизнес, там, наверное, не такая уж страшная цифра, да, получается? — Ну, это содержание, ну, почти одного работника с зарплатой 10 тысяч рублей с налогами. — То есть сократим одного и впишемся в эту систему? — Ну, если его можно сократить. — А кто платит вообще вот... — Собственники. — Собственники, владелец торгового центра. — Владелец не только торгового центра и магазина, если площадь, если больше 2000 квадратных метров магазин, тоже платит. — Как бы административно деловые центры, там, как бы, и торговли никакой нет, получается. Просто сдаются офисы в аренду, когда, да? То есть речь об этом идет. — Ну, да. — Вот этот налог, сумма его, она закладывается, да, в стоимость аренды, в стоимость квадратного метра? — Ну, если ты сдаешь, ну, все равно как ты сводишь концы с концами, ты его должен в бюджет отдать, значит, закладываешь. — Закладываешь. — Где-то ты должен составить теплоэнергию, электричество. — Просто сейчас хочу понять, как формируется эта цена арендная? — Это налог. — Из всех затрат. Плюс твоя желаемая прибыль. — Электричество, снабжение. — То есть ты закладываешь все затраты и закладываешь еще немножко от того, что ты хочешь получить, иначе в чем интерес-то? То есть должен зарабатывать на этом? — Ну, вот если по информации взять ту, которую мы с вами во время рекламы говорили, то есть арендаторы существенно снизили сегодня арендную ставку. Существенно, потому что каждый борется за своего арендодателя. — Да, арендодатели. Каждый борется за арендатора. Поэтому все сейчас выживают. То есть приведет ли это к увеличению вверх, смотря какую-нибудь рентабельность оставил себе собственник торгового центра. Если он уже снизил там по полной не хочу, или не могу, по полной не могу, лучше так. — Стоимость аренды дифференцируется? Там центр города? — Конечно. — Само собой. — У нас есть золотая миля, от суммы до горосполкома, это у нас золотая миля. — Горосполкома. — Без разницы, все равно. — По улице Воровского, мимо областной больницы. — Самые доходные места, самая дорогая аренда. У вокзала доход, но тоже большой. Где поток покупателей, там... — Вокруг центрального рынка, скорее всего, тоже. — Да, но вы давно ходили на рынок. — На сам рынок? — Да. — Но я мимо него хожу часто довольно. — Вы на него заходите? — На него захожу реже, чем хотелось бы, да. — Не знаю. — Не буду сейчас... — Рынок не обсуждают. — Народ там много, да. — Вот это повышение, да, Николай, интересы, судьбы, вообще скольких предпринимателей это затрагивается? Вообще все это торговые центры? — На сегодняшний день порядка, по-моему, 200 объектов облагается. — 200 объектов? — Да. — В областном центре, имею в виду. — Ну, если мне память не изменяет. Я просто сейчас не помню эту всю таблицу, которую мы в этот раз мучили, мучили, мучили. Нет, все-таки уже два года прошло. Чтобы не обмануть. Ну, может, не знаю, может, 80, может, 200. Но все равно это порядок сотни. — И это, в первую очередь, актуально, опять-таки, для областного центра? — И в районах? — В районах, особенно в больших. — В потреб кооперации есть объекты, которые 5000 квадратных метров от Зуевки, например. — Кстати, потреб кооперации два года назад, ведь они очень прям изнывали, что это нас убьет, убило. — Ну, там ведь нет золотой мили, как у нас, понимаешь? Там, на самом деле, доходы-то очень низкие в районах. Там для них-то это серьезно. — Для них это точно серьезно будет. Им надо... Не знаю, что они будут. Я за них думать сейчас не могу, только если вместе рассуждать. Но им очень тяжело будет. В районах области точно выживать. Там-то уже не то, что выживание, там, наверное, борьба со смертью идет. Потому что, по моей информации, очень много потреб коопераций, филиалов в районах, или как они называются, там, о них не буду врать, с убытком работают уже последние 2-3 года. — Да, и закрываются довольно часто. — Да, с приходом сетей, магнитов пятерочек, красных-белых, проблема очень большая. — А если со стороны покупателя это все развернуть? Покупатель, на ваш взгляд, почувствует, если будет принята поправка, налог вырастет, придется в цену закладывать, опять-таки? Насколько серьезен? — Если рентабель сегодня торговые точки нулевая, то кроме как в цену, заложить нельзя никуда. Иначе он просто будет должен где-то в другом бизнесе или откуда-то деньги приносить, датировать. Эта экономика, ее никто не отменял. — Я тут пока, вы говорили, на калькуляторе немножко посчитал. Так, если мы взяли, что с 2000 квадратных метров, в принципе, надбавка получится порядка 150 тысяч рублей, и у нас порядка 200 объектов облагаются, то речь вообще идет где-то о сумме в сравнении с 30 миллионами рублей. Для бюджета области не такая уж большая сумма, может быть, и не стоила огородки городить. — Там есть объекты, которые гораздо больше, чем 2000 рублей. — Ну, хорошо, но речь, скажем, там 50 будет, удвоим даже вот нашу цифру, оценку. Порядка 50 миллионов рублей. — Порядка 50-80, наверное, бы оценку. Может быть, давайте до 150. — Ну, это уж совсем мы там это увеличили. — Ну, то есть, наверное... — Если учесть, что некоторые из них, наверное, все-таки посчитают еще... — Нет, я думаю, что если кто-то из вас послезавтра или завтра на комитете будет, там все эти цифры озвучат, то есть планируемые доходы в бюджет, они будут... — Озвучить, да? — Да, записка, как она называется, в общем. — Пояснительные записки. — Да, да, да. Пояснительные записки. — Да, да, да. — Можно будет все услышать. Это, скорее всего, на сайте уже размещено, я просто не совсем был готов сегодня глубоко по цифрам общаться. Надо было, конечно, наверное, пояснительная записка на сайте есть, если зайти. — Ну, вы-то намерены выступить перед депутатами? — Если вход... — Обозначить позицию. — Ну, в комитеты, если раньше я туда ходил как омбудсмен, а всех, наверное... — Ну, сейчас как руководитель общественной организации, скажем так, довольно влиятельный в России. — По идее, должен депутат пригласить какой-то, чтобы я что-то говорил там. — Ну, если такое приглашение будет, вы что будете конкретно-то доносить? — Ну, тогда сядем, изучим цифры глубоко. — Вы будете призывать все-таки детально проанализировать, да, всю эту ситуацию? — В любом случае, к чему-то будем призывать, потому что действительно есть возможность и на полтора, на два, ноль двадцать пять повышать, еще какими-то, так сказать, другими цифрами поиграть. Но надо смотреть. Надо смотреть, надо мнение депутатов смотреть. А может, они все решат сами, скажут. Что-то мы тут подумали, рановато, всем надо выживать. Либо еще что-то, то есть... — Либо наоборот, скажут. Что-то мы мало посчитали, что за эффект такой. Давайте-ка два поставим, поехали дальше. — В прошлый раз, значит, как мы с вами договаривались, бизнес больше платить практически не стал. Просто как-то переспределилось более справедливо, так скажем. Потому что если понятно, что кто был на прощенке, вообще не платил, а кто был на поостаточной балансовой стоимости, тот что-то платил. Ну, какие-то цифры платил в зависимости от новизны издания. Чем новее издание, тем, естественно, оно не самортизировано. Так как платишь по астану. Поэтому, наверное, сам-то по себе налог, если он выровнял тогда разных видов налогоплательщиков, какое-то единое, он стал справедливее. Вопрос ведь у нас еще в кадастровой стоимости. Потому что, ну, есть там кривизна в этой кадастровой стоимости. Она... Кривизна, в смысле, вам непонятно, как она... Почему столько это стоит, да? Нет, она бывает такие залипухи, допустим, в советском районе. Сейчас не легче стало. Кривизна залипухи. В раза три кадастровая стоимость всего района почему-то завершена. Кто-то... Кто это когда-то... То есть в отдельно взятом районе, да? Да, в отдельно взятом районе... Понятно, что кривизна, знаешь, так вот. Да. И я предлагал... Идешь, идиешь, оп, бугорок. Да, бугорок, да. Сной 3 до 0,11 просто поменять у себя коэффициент и не мучить всех предпринимателей, чтобы все пошли там... Очень много предпринимателей были несогласны и в советские пошли судиться. Кто-то высудился, кто-то не высудился, кто-то... Ну, в основном-то все высужились в плюс. Ну, в смысле, не в плюс, а в свою пользу. Отстаивали свою пользу. Но не всех деньги были судиться. У всех временных еще есть, к тому же. Да, поэтому вот такая... Ну, там ведь коснуло земельных участков, само собой, советских. Там от земли-то вообще никто не уходил. Там везде есть налог. Неважно, сколько у тебя квадратных метров. В официальном сообщении правительства говорится, что вот этот 1% везде в Приволжском федеральном округе везде больше, кроме Самарской губернии. Ну, это ведь, опять же, аргумент за то, чтобы повысить не на полтора, а на двух. Почему нет? У нас вокруг регионы все разные. Везде выше, чем у нас. Вот этот вот аргумент, он насколько для вас убедителен? Вот мы вот такие. Мы меньше всех платим. Почему бы не поднять? Там же работают, там же платят. Что мы тут не сможем? Я слышу, что у нас налогообложение самое низкое, кроме Мариэлл, в ПФО. Ну, господа уважаемые, у нас и рынок-то сбыта, он вот... Это же не Нижний Новгород, это же не Пермь. Это не Самара, где тысячники, ой, миллионники города практически. То есть, ну, другое. Плюс у нас транспортная логистика. Нам же все сюда надо привезти, кроме своего молока, слава богу. Остальное все надо привезти. У нас жизнь дороже. У нас отопление начинается с октября месяца. В Самаре оно, наверное, еще только еще включено. Позвонить можно узнать. А может, еще не включено. А мы уже гигакалории тратим. Поэтому наши рыночные отношения, наша затратная часть и самарскую затратную часть, но ни в каком разе сравнивать нельзя. Тем более, там, еще более южные районы. Да и покупательную способность населения тоже, как бы сравнивать в Самаре и в Кирове довольно странно. Я считаю, что... Автоваза у нас нет. Должна быть справедливость. Налог должен быть справедливый. Если вернуться к налоговому кодексу, то налог должен быть посилен. Если взять 247-ю, по-моему, статью, любое увеличение налогов, оно должно быть посильно. Поэтому я и считаю, что должен быть сначала диалог, убеждение, оптимизация, примирение. Или, может быть, просто найти какой-то другой способ, если вот эти вот... Как в тот раз ведь получилось, когда вы 20 года назад обсуждали, что эти очень много параметров обсуждалось, да, разных. Ну, по каким-то вещам нашли общий язык, и получилось так, что повышение произошло, налог стал более справедливым. Может быть, и сейчас, может быть, и полтора процента, но что-то другое можно изменить. Так ведь? Ну, я не могу за депутатов додумывать. Ну, все-таки, я думаю, что бизнес-общество должно свой голос таким-то образом возвысить. Ну, конечно, бизнес, особенно малому бизнесу, лучше бы ничего не повышали. Ну, надо помнить, что среди депутатов областного парламента немало людей, занимающихся... Ну, не все эти люди имеют такого рода помещение, не все попадают под налог, и им, по большому счету, их это лично не касается, понимаешь, тоже. — Андрей Вавилов, напомню, в нашей студии, руководитель регионального отделения Общественной организации «Опора России». Мы продолжим через полторы минуты о налогах, кстати, хотелось бы еще поподробнее поговорить в связи с тем, что правительство у нас намерено активнее работать в этом направлении, налоги активнее взимать. И вот Андрей Николаевич позицию хотелось бы, чтобы тоже он обозначил. Давайте затронем все-таки тему повышения налоговой нагрузки. И неоднократно, да, мы уже говорили в нашей студии о том, что власти региона будут стараться активнее собирать налоги. — Все-таки немножко разница, активнее собирать налоги или повышать налоговую нагрузку, это разные вещи, то есть как бы речь... — Давайте про активность налогов, да, про собираемость налогов все-таки сейчас хотелось поговорить. Не знаю, я надеюсь, что эти полтора процента, эта идея, может быть, будет отложена на какое-то время. Но мне почему-то так вот хочется надеяться на это. Итак, ну, общипанную курицу тут еще можно вспомнить, конечно же. — Андрей Николаевич, вы на протяжении последних трех лет работали бизнесом-бунсменом, и вы ситуацией владеете, что действительно все плохо, и бегство налогоплательщиков из региона — это такое массовое явление. Подтвердите, оправдите. — Я могу отвечать только за тех предпринимателей, бизнесменов, предприятия, которые приходили в мой адрес с обращениями, которые считали, что налоговая их как-то вот давит еще что-то. — Рисует. — Я могу вам откровенно сказать, что те все обращения, которые были в адрес налоговой, что-то мы судились аппаратом в арбитрарном суде, что-то решали. Но у меня за них, за все есть благодарственные письма от предпринимателей. Я не для красного совца. От того, что предприниматель, заплатив то, что заплатил, ушел счастливым. Поэтому у меня нет такой глубокой информации, что кто-то бежит именно из-за результатов налоговой. Все эти обращения, которые были, они все отработаны. И все предприниматели благодарны обудсмену за то, что с налоговой велся нормальный диалог. Много было обращений, которые, когда налоговая присылала письма счастья, о том, что доплатика и предприятие вообще не обращалось, не писало на это письмо. У них начались камеральные проверки, которые пришли к каким-то схемам дораблению бизнеса. Вот вспять такую любую проверку повернуть уже нельзя, потому что все-таки налоговики, проверяя предприятия, у них есть четкая инструкция, четкий план, они делают это стандартно, не то чтобы не сильно, наверное, не очень глубоко разбираясь. У них есть шаблон, они сразу видят схему. Ну, такая механическая работа. Да, механическая работа. То есть они выделили составляющие. Три предприятия раздроблены, одни поставщики, одни продавцы, одни покупатели, один коллег-киф практически, одни еще учредители. Все это дробление бизнеса умышленное. Не всегда это так. И вот частично в диалоге доказывали, что разные процессы, разные люди, разные поставщики, разные покупатели, разные рынки, мало того, у налоговой есть еще шаблон насчитать НДС сверху и прибыль. Извините, вот, а как, что такое сверху НДС насчитать? Значит, рынок надо сдвинуть на 18%. Вы можете... Составка НДС, да. Да, то есть, ну как, рынок сдвинуть сегодня, заложить рентабель свыше 18%, поэтому, когда доказывали, что, ну, нет, там возможно, то есть там есть уже конечный покупатель, поэтому НДС попадало внутрь, естественно, если он попадал НДС внутрь, исчезала прибыль, и вот эти донасчитанные налоги, потом с какими-то пениями, штрафами, цифры изменялись, не изменялись. Поэтому у меня, что касается налогов, уважаемые предприниматели, предприятия, не прячьтесь от налоговой, введите всегда диалог. То есть, как бы вот, когда эти письма начинают приходить, да? Чем раньше его начнете, чем раньше его начнете с налоговой, тем быстрее вы налоговой объяснитесь, почему именно так работаете, а не так, почему вот, если уже не смогли объясниться, тогда уже, конечно, уже они вас будут, ну, как бы камералить. Но, вовремя камерали, а не выездной проверки, еще можно на уровне камеральной проверки что-то изменить. Но до выездной проверки уже, конечно, тянуть точно не стоит. Надо на первоначальном этапе объяснять, почему вы так работали, какая была деловая цель. И это, в принципе, в каких-то значимых случаях доказуемо. То есть, в принципе, если сразу выходить на диалог с налоговой инспекцией, то какие-то вещи можно снимать, да? В большинстве случаев можно снимать. То есть, время тянуть не рекомендуете, да? Нет, время играет не на вас. Вот в плане налоговой время играет не на вас. Тем более, сейчас по части, по-моему, у нас даже исковую давность отменили, как в Америке. Вам удалось за последние три года работы все-таки убедить? Ну, я же объясню. Я не могу про цифры говорить. Про цифры. Единственное, у меня есть официальное разрешение одной из компаний. Это компания Демал, которой мне поручение от правительства пришло ей заниматься. В общем-то, нормально все было. Они заплатили те налоги, которые в конечном итоге им требовалось заплатить. Мы договорились на рассрочку двухмесячную. Они смогли прегритоваться, заплатить. Тем более, у них была первая перестепенная задача, так как они работают с западными компаниями. Им нельзя было судиться ни при каких обстоятельствах. То есть, они приняли что-то, приняли на грудь какую-то достаточно серьезную сумму, но она была для них посильна. На сегодняшний день я уже как просто рядовой гражданин, нахожусь тоже, есть доверенностью, но судимся с налоговой еще по двум компаниям. Поэтому процесс идет. Процесс идет, но это не значит, что кто-то плохой или кто-то хороший. Есть процедуры, есть право предпринимателей. Они налоговые споры у себя внутри рассматривают, в управлении. Если в управлении предприниматель не убедил налоговую, он может обратиться в суд. Не у всех, конечно, есть возможность платить... К госпошлину? Ну, не госпошлину даже, а аудиторам или адвокатам, которые сопровождать будут в суде. Но те компании, которые приходили в последнее время, они, малый бизнес, часто бухгалтерским учетом занимаются на аутсорсинге. И вот уже, если налоговые притязания какие-то есть, это аудиторская компания, в общем-то, и отстаивает его права в суде. Не знаю, как у них договор составлен, относят ли они все проигрыши налоговые на аудиторскую компанию. Они строили бизнес-модель, бухгалтерскую модель учета, так скажем. Тут уже их взаимоотношения я не знаю и лезть не буду в чужие отношения. Но в основном аудиторские компании либо в налоговой проговаривают, либо в суде уже их защищают права. Здесь еще такой вопрос. Когда говорят по бюджету следующего года и говорят о источниках роста доходной части бюджета, которую необходимо обеспечить не менее чем 4%, в связи с известными решениями Минфина, то обычно где-то вторым или третьим пунктом говорят, что вот как раз активизация работы налоговой службы, активизация сборов налогов. Есть ли еще какая-то возможность это активизировать, на мой взгляд? Или уже, по-моему, налоговая работа на пределе? Я не могу оценивать работу налоговой. С точки зрения бизнеса, да. С точки зрения бизнеса, если есть, все-таки есть теневой бизнес. Мы все с вами знаем, что есть теневой бизнес. Единственное, 10%, там, 30% в этом теневом бизнесе людей, которые по-другому со своей бизнес-модели просто не выживут. Им невозможно работать в белую, но они как-то хотят жить, и эта тень их не смущает. То есть они хотят жить сейчас, а не потом, когда-нибудь. Вот поэтому я думаю, что процентов 70 в теневом бизнесе, это все-таки те люди, которые привыкли так работать. Их ни за какие коврижки в белое поле не вытянешь. А зачем? Потому что сосед. И в итоге, если даже и сосед платит, сосед, конечно, в другом конкурентном поле живет. И сама по себе теневая, конечно, она и бьет ее по нормальному бизнесу, теневая экономика. Ну, в целом-то уже завершение нашей беседы. Как бизнес-сообщество настроено на будущее, на дальнейшую деятельность, работу? Я как предприниматель могу сказать, что нет такой ситуации, которая не может стать хуже. Мы всегда настроены на то, что мы в любой ситуации вылезем и будем работать, продолжать. Мы никогда не пессимисты, мы рождены быть оптимистами. Мы пассионарные. Руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Вавилов. На этом завершается наш разговор без 15-ти час. Сейчас будут новости, тематические программы и интервью с режиссером Театра «Наспаска» Алексеем Зиминым выйдет в эфир в 13.05. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok